Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке агропромышленной группы «Дороничи» с заботой о традициях, с любовью к земле. Добрый день. Добрый день. Продолжается «Дневной разворот» в Кирове. Все благополучно передохнули, полны сил, ума, идей. Ведь сейчас мы это все будем... Это все про себя? Володя, Володя, полны сил, ума и так далее. Приступаем к работе. Вкалываем. Не будем долго уходить от темы, потому что время уже очень ограничено. У нас еще на связи огромное количество людей. И нам показывают, что у нас есть звонок. Алло. Алло, добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Андрей. Андрей, слушаем вас. Касательно этой темы, у меня такое мнение, что то, что сказано про губернатора, это в основном пиар такой. То есть собрано, все не по делу. Черный пиар, будем так говорить. Давайте определимся в цветах пиара. Это черный пиар, да. Ну, черный, не черный. А как вы считаете, вот та тема, которую, собственно говоря, никто ведь не оспаривает о том, что это прозвучало. Скажите, пожалуйста, с какой целью, на ваш взгляд, взгляд радиослушателя, с какой целью все это было сделано? Для чего? Нет, а тут цель, вот, на мой взгляд, она понятная. Я бы вот сверить с этой целью. Нет, вам понятно, вы озвучите, потому что вы, знаете, считаете, как уже наш главный предмет обсуждения. Тема понятна. Кому понятно? Приближаются губернаторские выборы, да? Да, приближаются. Вот я бы хотел вопрос задать Никиту Юрьевичу. Он как-то определился, он будет участвовать или нет? Или как Дмитрий Анатольевич тоже будет говорить, что до последнего дня я там подумаю? Спасибо. Но Никита Юрьевич еще не озвучил, да, свою точку зрения по этому поводу? Вот это бы сняло бы многие вопросы. Спасибо вам. Спасибо, Андрей. Если мы услышали ваше мнение, я обещаю, что в ближайшем будущем мы обязательно зададим Никите Юрьевичу вопрос, собирается ли он продолжать быть губернатором Кировской области, то есть будет ли участвовать в выборах. И у меня вопрос к Яну Евгеньевичу, собственно, на этом мы уходили. Ян Евгеньевич, вы были, собственно, посылом для того, чтобы мы подняли сегодня эту тему. Действительно ли к вам обращался Сергей Павлинович Мамаев для того, чтобы вы представляли его интересы в суде, если правительство Кировской области, как сказал Веснин, Борис Геннадьевич Веснин, это глава департамента по вопросам внутренней информационной политики правительства области, подаст заявление о защите, да, чести, достоинства, иск. Да, разговор такой с Сергеем Павлиновичем был. Он попросил меня просмотреть его выступление достаточно эмоционально, как он сам сказал. Вы лично прямо общались? Ну да. Что это? Я знаю Сергея Павлиновича достаточно давно. Я одно время даже в арбитражном суде представлял интересы Коммунистической партии по одному процессу. Вот, я ознакомился с аудиозаписью, с записью текстовой выступления Сергея Павлиновича. Я считаю о том, что каждый депутат Государственной Думы вправе делиться своим мнением. Я уверен о том, что если дело дойдет до суда, то заявитель, я не знаю, кто здесь будет, будет ли это лично Никита Юрьевич Белых, либо правительство Кировской области, они проиграют. Тем более, что, на мой взгляд, дело будет рассматриваться не в Кировской области. Вы предполагаете, что Никита Юрьевич Белых, либо правительство Кировской области. Предполагаю. Почему проиграют? Ну, во всяком случае, вот те записи, которые у меня есть, они содержат оценочные высказывания Сергея Павлиновича, причем основанные на фактах. Тут вопрос только подачи этих фактов. На самом деле, ну, смотрите, негативные высказывания, Лена, я вам объясню, негативные высказывания в интернете по поводу Никиты Юрьевича Белых действительно имеют место быть. Мамаев говорит ровно об этом. Нет, простите, пожалуйста, десятками тысяч срываются. Здесь нет привязки к деятельности Никиты Юрьевича. Вот именно как раз в связи с деятельностью, я писала через запятую, значит, из-за деятельности Белых десятками тысяч кировчане срываются с места, уезжают или умирают. Я еще задавала вопрос, насколько понятия «умирает» и «срывается» являются однозначными. Вот, на мой взгляд, там нет никаких сомнений, не будто бы никобы, там есть утверждение. Да, некоторые факты, допустим, мы с вами это обсуждали, в интернете есть информация о том, что какие-то рейдерские захваты были осуществлены и так далее. То есть это было до губернаторской деятельности. Да, да, да. Правоохранительные органы на это не отреагировали, наливая. Абсолютно правильно. Вот, то есть ссылаясь в определенных случаях на источники сети, очень много все-таки идет утвердительных заявлений. Причем от имени, ссылаясь ни на кого иного, от имени Сергея Мамаева, то есть депутата Государственной Думы. Ну, это его право. Простите, пожалуйста, право чего? Высказывать в трибуну. Смотрите, на самом деле, Лена, вот моя позиция как гражданина, как человека, который занимается защитой прав людей, всех. Да, чем больше у нас разных мнений, тем лучше. Если это мнение изложено достаточно корректно, ничего страшного в этом нет. То есть вы считаете, что изложенное Мамаевым это корректно? И тогда у меня к вам еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, дали ли вы согласие защищать Сергея Павлиныча, если будет суд? Или не... Мы отдельно этот вопрос... Невозможно... Подождите, мы этот вопрос будем обсуждать отдельно, если дело дойдет до суда. То есть сегодня вы не сказали КПРФ, нет? Вы... Речь идет не о Коммунистической партии Российской Федерации. Ко мне обращался сам Сергей Павлиныч Мамаев. Вне зависимости от своего ранга депутата, он просто человек. Хорошо, просто человеческий. Будет дело в суде, сочтет необходимо Сергея Павлиныча просить именно меня защищать его интересы. Он же может и передумать всегда. Ясно. Ян Евгеньевич, спасибо, мы вас выслушали. Сейчас у нас есть связь, установлена связь. Мы дозвонились до члена Совета Федерации от Кировской области. Это Светлана Сергеевна Журова. Здравствуйте, господин сенатор или госпожа сенатор, наверное. Добрый день, да. Добрый день, Светлана Сергеевна. Добрый день, да, добрый день. Я рада вас слышать и надеюсь, что мы сегодня услышим от вас некие вопросы. Сегодня мы обсуждаем в эфире тему о выступлении господина Мамаева на Государственной Думе, на трибуне Государственной Думы о 21 ноября. Скажите, пожалуйста, мы все остаемся в неведении, а вы как сенатор знаете. Вообще, как происходит? Ведь выступления регламентированы. Как Сергей Павлинович вообще оказался на трибуне? Или вот в повестку дня Государственной Думы был внесен вопрос о деятельности Виатского губернатора? Просветите нас, пожалуйста, как проходила эта процедура? Ну, во-первых, наверное, здесь могу дать компетентный ответ, потому что все-таки я четыре года была зампредом Государственной Думы, поэтому знаю, как формируется и повестка, и как формируются данные выступления. Дело в том, что перед каждым заседанием, еще до того, как мы голосуем практически за повестку дня, каждая фракция имеет право на 10-минутку. Сейчас 10-минутку даже можно разделить на два человека, то есть каждая фракция имеет 10 минут, все, что она хочет. Почему это ввели? В свое время очень много было протокольных поручений, которые были, ну, скажем, больше даже не протокольные поручения, а заявления. Также многие брали в самом начале поведение у фракции, и вроде запретить людям было нельзя высказывать какие-то совершенно вещи, которые никак не относятся к повестке дня, но все привязывали их к неким событиям, которые происходили в стране. И это затягивало заседание надолго. Поэтому было сделано такое решение, что каждая фракция старается все, что она хочет высказывать практически 10 минут. Вот тут у нее накопилось, что сказать, вот она высказывает. Поэтому за несколько дней до, соответственно, такого выступления каждая фракция решает, кто будет выступать. При этом дословно текст, но я думаю, что даже и не «Единая Россия», и другие фракции точно не смотрят. Поэтому просто задаются тематикам. Я предполагаю, что господин депутат Мамаев сказал, что я хочу сказать о тяжелом социально-экономическом состоянии Кировской области. Даже предполагаю, что он не говорил, что он будет выступать за ставку губернатора и так далее. Поэтому, когда, наверное, его коллеги слушали его предложение о том, что он хочет выступить, скорее всего, они даже не знали, что он будет говорить про то, что он говорил. То есть саму конкретику, да? Светлана Сергеевна, простите, я вас прерву. Здесь наступает очень важный момент. То есть если мы разобрались с регламентом и предполагаем, что Сергей Павлиныч вполне естественным образом мог оказаться на трибуне, используя представленные фракции «Десятиминутку», сейчас прозвучало, на мой взгляд, тема достаточно, знаете, неоднозначная, даже двусмысленная, я бы сказала. Я правильно понимаю, что Сергей Павлиныч не согласовал свое заявление об отставке вятского губернатора с руководством КПРФ, имея в виду не региональные какие-то подразделения, а вообще КПРФ, вот это российскую партию. То есть господина Зюганова, что же шевелять? Известная реванная. Вы знаете, я могу взять, конечно, на себя смелость и сказать, что нет, и думаю, что буду скорее всего права, потому что заявления ряда коммунистов на трибуне Государственной Думы были зачастую из-за отставки и президента, и правительства, и губернаторов, и правда, это было, как вы знаете, эмоциональное выступление, не имеющее под собой никаких согласований. Абы попиариться, это называется, и у нас есть ряд людей, которые занимаются постоянно, и на них никто не обращает просто внимания. Знаете, собака лает, караван идет. Спасибо. Вот у меня было такое ощущение, что это было примерно так же, и я, ну, знаете, я работала четыре года там, и у меня есть ряд и коллег, и друзей, и хороших товарищей, да, которые тоже там скалуарно комментировали эту тему и говорили, что никто даже на это там большого внимания не обратил. Я так проанализировала федеральную прессу, смотрю, что она тоже сильно не отреагировала, потому что на некоторые заявления людей, которые непонятно, что говорят, не все реагируют, и понимают, что чем больше реагируешь, тем хуже. А у меня к вам вопрос. Кстати, да, я хочу вот сделать ремарку. Мы связывались сегодня с представителем, с одним из руководителей КПРФ, я имею в виду Центральный Московский аппарат, и он сказал, что выступления согласовано не было, но передал пожелание от имени КПРФ уже, он передал пожелание Никите Юрьевичу конструктивно реагировать на критику и как-то, значит, исправляться. То есть косвенно мы получили подтверждение, что господин Мамаев не заручился согласием Зюганова на подобное выступление. Мне интересно, насколько партийная дисциплина в данном моменте должна работать, вы знаете, так не согласовывая от имени КПРФ, от имени любой другой партии. Вы знаете, мы сегодня просто ехали в машине на работу, и я размечталась, я вступаю в одну из партий, выхожу на трибуну Госдумы, ну, то есть прохожу процедуру избрания и так далее, выхожу на трибуну Госдумы, и от имени... Так, у нас сорвался звонок, но я продолжу говорить, сейчас попробую дедактор связаться. Я надеюсь, наберут снова до свидания. Значит, я выхожу на трибуну Госдумы, и от имени партии, в которой я состою членом, я объявляю войну какой-нибудь не заштатной, а серьезной стране. Это будет как воспринято? То есть, понимаете, есть проблемы, да? На мой взгляд, партийная дисциплина — это одна из важных составляющих и связующих любого события. Когда ты делаешь заявление, я подчеркиваю, в такой трибуну, не на месте. Это все-таки авторитет партии, да? Это авторитет партии, который на данном этапе, скажите, пожалуйста, а господин Зюганов реально поддерживает позицию господина Мамаева? Это стоит пообсуждать. И, на мой взгляд, очень даже стоит. К сожалению, вот мы сейчас пытаемся связаться еще раз со Светланой Сергеевной. Напомним, что это сенатор, представитель Кировской области, Совета Федерации. — Спасибо. Потому что у меня к Светлане Сергеевне был еще один вопрос. Я знаю, что было достаточно забавно на то, как отреагировали депутаты. Вот они произносили те же самые слова в адрес выступавшего или до Светланы Сергеевны не дошли? Ян Евгеньевич, вы хотите что-то сказать? — Нет, Лена, я просто держу перед собой распечатку выступления Сергея Павлиныча. Но вот к вопросу партийной дисциплины и прочее-прочее, здесь, наверное, вопрос нужно стоять несколько по-другому. Ведь он же говорит, что избиратели попросили меня через парламентскую трибуну обратиться к президенту страны. То есть избиратели обращались к нему, он депутат, он, в принципе, должен. — Вроде когда, все законно. — Он не ссылается здесь на КПРФ, другой вопрос о том, что было бы, конечно, крайне интересно. — А я вам говорю, понимаете, а я стою на трибуну и говорю, по просьбе моих избирателей я объявляю войну и так далее. — Настаивать на объявление войны вы имеете право. — Я имею право на все, что угодно, судя по вашим рассуждениям. Но поскольку я в Госдуме представляю именно эту партию и заявляю о своей позиции, ссылаясь на избирателей, вот у меня к вам вопрос, давайте будем нести, что попало, заявлять, что попало, и объявлять в войну тому, кому я сегодня хочу. История про барона Мюнхгаузена. Понимаете, я объявляю там в час дня войну Англии, если она вот это не сделает. Очень смешно, я бы тебе читала это у Мюнхгаузена, очень смешно получилось. Вот, поэтому ситуация забавная, у нас показывает ей звонок. Алло? — Алло? — Алло? — Алло, да-да-да-да. — Светлана Сергеевна, слава богу, с вами опять удалось связаться. У меня к вам вопрос, скажите, пожалуйста. Вот я разговаривала с людьми, которые, ну, знают, что происходило после вот этого выступления в Госдуме, мне сказали, что была очень неоднозначная реакция, и кулуарно люди высказывались, ну, будем так говорить, категорично против вот этих последовавших заявлений. Простите, на мой взгляд, когда ты говоришь, да, десятками тысяч убегает из области, вот это вот, вот это плохо, вот это плохо, вот это плохо. Делая такие заявления, по крайней мере, ты должен при себе иметь документы, подтверждающие все то, о чем ты говоришь. Это первое. И второе. При заявлении с Госдумовской трибуны должна незамедлительно наступить некая реакция вот со стороны органов. Это, извините, это Следственный комитет, это полицейское управление, это все, что угодно. Человек сказал о том, что, Сергей Павлиныч, сказал о том, что губернатор фактически вот спустил нашу область под откос. Откос, я, это просто хорошее слово вспомнилось. Образное. Да, образное. Потому что все остальное было ругательно. Скрип в другое место. Да, скрип в другое место. Вот скажите, пожалуйста, оценка людей, не прессы, которые вы отследили, а оценка людей, которые слышали это выступление? Как они отреагировали? Во-первых, алло. Да, мы слышим вас, да. Во-первых, я так понимаю, что действительно в аттракции была неоднозначная оценка этого всего. И уже судя по тем комментариям, которые давал сам Сергей Павлиныч, мне кажется, что он тоже немножко уже пошел по пятнам. Потому что начал говорить, что это, в принципе, была только критика, а вот пусть теперь губернатор сам доказывает, что правда и неправда. Ну да, наверное, в этом смысле губернатор может и за клевету привлечь, если захочет это делать. И, наверное, у многих, кто знает ситуацию тоже в Кировской области, была и такая реакция, что каким-то фактом, которые были объявлены в федеральные трибуны, возникали очень большие вопросы. И человек как бы делал такие уж слишком... А вот теперь у меня ответ. А теперь у меня, вернее, вопрос, ради чего, собственно говоря, мы собрались сегодня, вот на эти два часа. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, депутат Мамаев льет воду на чью-то мельницу или это просто вот такое выступление? Потому что ряд наших газет публиковало и документально это подтверждало, что идет четко обозначенная война против нашего губернатора, против господина Белых. И у меня такое ощущение, и ощущение очень у многих, и вы об этом знаете, что, собственно говоря, по заказу одного из претендентов на губернаторскую должность Сергей Павлинович озвучил вот то, что он озвучил. Ваше мнение, давайте мы сразу скажем, оно будет субъективно. Ну вот я свое субъективное мнение высказала, потому что я уже об этом писала, и, собственно говоря, мы, собственно, это и не скрываем особенно. Вот ваше мнение. Вы знаете, могу сказать абсолютно точно, что это какой-то определенный заказ, потому что редко вот так концентрировано один депутат выступал против губернатора и представляет даже какой-то набор факторов, фактов, которые он считает. То есть говорили, какой-то факт, а за это вот считаю, надо в отставку. Но чтобы вот как бы такой вот список, это впервые. Во-первых, это понятно говорит о том, что, во-первых, человека опасаются, опасаются, что если он пойдет на выборы, то шансов не будет у тех, кого, видимо, поддерживает господин Мамаев, а может быть, не знаю, он сам хочет идти к губернаторам. И поэтому, понимая, что для него это важно, что федералы вроде как не проявляют большого внимания больших белых, и вся компания, которая какая-то там была, то она закончилась давно, то вроде как сейчас надо изнутри, надо показать, что народ-то кировский, в принципе-то против, хотя рейтинги показывают другое. Мы говорили, коммунисты собирали эти подписи, собирали-собирали, не насобирали, не получилось отправить губернатора в отставку изъявлением народа. Теперь появляются вот такие... Я вам больше скажу, мне шли жалобы людей, которые не хотели подписывать и не знали, что подписывают, их вводили в заблуждение, они ко мне через твиттер жаловались о том, что собирают подписи в отставку белых, а мы об этом, оказывается, даже не знали. Узнали под криптом потом, когда нас поставили перед криптом. И они, кстати, очень плохо относились к этой ситуацией, говорят, что коммунисты нас обманули, и это нечестно по отношению к людям. Да, даже с этой подписью, с сбором подписей. Поэтому эти факты тоже были в Кировской области, и я так понимаю, что кто-то просто понимает, что федералы больше не заинтересованы в отставке белых, и надо это сделать изнутри, показав народное какое-то недовольство. Тем более, если, кстати, вот этот момент о том, что не поддержали его в самом начале, коммунисты не поддерживают вообще ни одну кандидатуру, практически губинатора, которые выдвигают назад к собрании того или иного региона. Поэтому говорить о том, что это какой-то там один случай на всю страну, это не так. Они практически всех не поддерживают. Ясно, спасибо, мы вас услышали. Собственно говоря, у меня еще к вам одна тема, одна сложная тема. Я знаю, что вас это беспокоит очень серьезно. Известно ли вам? Да, кстати, я хочу, чтобы люди улыбнулись. В течение последних двух дней ко мне обращались люди с просьбой помочь им в организации сбора подписей, направленных против Сергея Павленовича Мамаева. Причем могу сказать, люди абсолютно аполитичны. Было настолько серьезное возмущение, потому что народ кировский все-таки уже понимает, что за период деятельности Никиты Юрьевича сделано для области очень много. То есть вот поступило такое предложение помочь организовать сбор подписей против уже госдумовца на этом уровне. И у меня к вам вопрос, который болезненный для меня лично, я в этом признаюсь, потому что я очень уважаю этого человека. Знаете ли вы о том, что сегодня будет предъявлено обвинение начальнику управления по физкультуре и спорту Кировской области Светлане Медведевой? Хотя, несмотря на то, что примерно месяц назад все заявили о том, что уголовное преследование в отношении нее прекращено. Во второй раз. Во второй раз, да. Считаете ли вы это также заказной историей или вот что происходит, на ваш взгляд, потому что у меня ответ есть? Ну, я не буду, поскольку я журналист, я не буду его озвучивать сразу же и сходу. Ваше отношение к этому? Вы, наверное, тот человек, который больше всех, едва ли не больше всех, знает, как много сделано для области, для Кировской области, вот в спорте. Светлана Сергеевна. Вы знаете, что хотите, да? А теперь обвиняют в том, что вдруг одна взятая детская спортивная школа брала некие деньги с родителей, причем, которые тратила полностью на эти же детей и тратила на тренеров. Ну, это стандартная ситуация, когда школы, спорт, школы, детские сады собираются родители. Мне нравится ей сказать это. Да. Да, вы слышите, да? Да, мы вас слышим, и поэтому у меня вопрос. Скажите, пожалуйста. Знаете, я могу сказать одно. Я человек, который в спорте заинтересован, знает Советского Союза, знает, как приходилось всегда выживать спортсменам и какие приходилось иногда действительно и тренерам тем же идти на нарушения. Ну, например, сэкономив на питание, покупать детям коньки. Да, Вячеслав Александрович Петисов в свое время сказал, что, ребята, где-то меня за это посадят, я готов за это сидеть, потому что я работаю на благо детей. И если я сэкономил деньги в чем-то и потратил их тут же на другое и на детей они себе в карман положил, я готов, как даже министр, он в свое время говорил, что я буду защищать таких своих сотрудников до конца. Давайте тогда присоединимся к господину Фетисову и все сядем за то, что мы кто-то когда-то экономили для того, чтобы помочь нашим детям. История чудовищная. И все-таки последний вопрос. Считаете ли вы это заказом для того, чтобы подорвать в очередной раз имидж губернатора или нет? Светлана Сергеевна, это сложный вопрос и вы можете отказаться. Есть ли тут связь, да, по вашему мнению. Вы имеете в виду тысячи недели? Да, мы имеем в виду уже сейчас дело Светланы Владиславовны. Считаете ли вы это заказным исключительно для того, чтобы испортить имидж губернатора на данном этапе? Все тоже очень может быть, а может быть просто чисто борьба с коррупцией и вот как-то получилось, что вот это случилось со Светланой Владиславовной. Хотя я надеюсь, что уже не такой совсем новый, но наши представители силовых структур и структур МВД, они все-таки разберутся в вопросах, потому что здесь должна быть на самом деле, а не только борьба за какой-то статистикой, вот сколько мы людей поймали. У МВД уже ушло от Светланы Владиславовны. То, что происходит достаточно странно для меня, и было бы странно, что действительно это тоже один из моментов рычагов влияния, попытки влияния на белых. Я надеюсь, что это не так, и что в этом деле тоже разберутся честно, потому что и совокупность всех факторов будет учтена. И я уверена, что как бы должно все хорошо закончиться и для Светланы Владиславовны в том числе, потому что она тоже очень много сделала. И ее опыт, кем-то расценивается сразу, самое интересное в области плохо, а люди... Да, 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 мы слушаем вопрос, очень внимательно. Алло, да. О регионах люди, с нее берут примеры, говорят, что ту систему финансирования, которую создала Медведева, это прозрачная, очень честная, и наоборот, схема, которая как председатель комитета она сделала, она дает возможность не воровать людям, а наоборот, получать по заслугам те деньги, которые им положены. Поэтому на самом деле вот эта система сейчас начинается уже транслироваться на всю страну. Наоборот, как систему честную. Да, есть недовольные, видимо, недовольные эти и возмутились, и им не понравилось, что Светлана Владиславовна стала их контролировать. И поэтому они запищали, заверещали и начали, соответственно, писать какие-то заявления, в том числе, в полицию. Но эти недовольные, это люди из тех времен, когда кировский спорт был опущен ниже плинтуса, когда были только гигантские спортивные недострои, которые при Медведевой оказались достроенными, и во все используются, как детьми, так и равно взрослыми. Спасибо вам огромное. Напоминаем, что у нас на связи была член Совета Федерации, олимпийская чемпионка Светлана Сергеевна Журова. Вопрос к Яну Евгеньевичу. У нас есть 30 секунд. Ян Евгеньевич, скажите, пожалуйста, на сегодняшний момент в пятницу адвоката Медведевой предупредили, что будет предъявлено обвинение. Он спросил, по какой статье. Сказали, не рассказывай, секрет. Получите уведение. Возможно это? Ну, конечно. Это классическая тема следствия. Нет, не так это делается. Извините. Следствие, сторона обвинения. То есть зачастую дело возбуждается по совершенно глупой, малозначительной, зачастую даже надуманной статье, абсолютно бездоказательной. Собирается необходимый объем информации, и в последующем формируется обвинение в так называемой окончательной редакции. То есть постановление о привлечении Светланы Медведевой в качестве обвиняемой может диаметрально отличаться от, например, постановления о возбуждении уголовного дела. То есть если дело было возбуждено, например, за какие-то финансовые упущения, обвинение формально может быть предъявлено даже в убийстве. Солеви такой закон. Я понимаю, Ян Евгеньевич, для меня непонятно, ровно 8 месяцев сегодня, ровно 8 месяцев, как ведется следствие по делу Медведевой. Были сняты все злоупотребления, нарушения должностных, было отменено огромное количество статей, которые пытались приладить к руководителю кировского спорта. Скажите, пожалуйста, почему я, являясь, допустим, обвиняемой, не могу узнать, по какой статье меня обвиняют через 8 месяцев следствия? Лена, на самом деле это грубейшее нарушение как Уголовно-пруциального кодекса, так и Европейской конвенции по правам человека. Проблема в чем? Закон, конечно, говорит о том, что каждый подозреваемый, обвиняемый должен знать, в чем его подозревают и обвиняют. Другой вопрос о том, что доказать о том, что сознательно сначала подозрение было сформулировано не так, как в итоге оно вылилось в обвинительный акт, но доказать вот эту сознательность невозможно. Следствие добросовестно заблуждалось, подозревая Медведеву в чем-то. Добросовестно заблуждалось, отказываясь сказать человеку, в чем ее обвиняют. Лена, у нас давно. Давайте все-таки две минуты сходим и вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке агропромышленной группы «Дороничи» с заботой о традициях, с любовью к земле. Ну, стоит, наверное, да, здравствуйте еще раз. Ну, за оставшиеся 10 минут нам много, но нужно еще что-то сделать. И, кстати, вынуждена попросить прощения у наших радиослушателей, потому что с темы выступления Сергея Павленовича Мамаева с трибуны Госдумы, где он потребовал срочнейшего снятия отставки нашего губернатора, мы, собственно говоря, переключились на тему начальника управления по физкультуре и спорту. Но здесь есть объяснение. Мы сегодня говорим о том, что уже для многих достаточно очевидно. И кировские газеты, ну, по крайней мере, одна из кировских газет уже все время, достаточно давно уже пишет, в течение полугода, о заказном характере, о заказном характере вот этих происшествий, все, что связано с точечными ударами в отношении губернатора. Одна цепочка, да, какая? Вот, так, Ян Евгеньевич улыбается, пожалуйста, Ян Евгеньевич. У меня предположение, опять же, из литературы. Это Генрих Наваррский. Да ладно. Ну, у нас на самом деле... Ну, а как? Ясно. Читаю. Хорошо, ну что ж, давайте у нас на покажет. Да, у нас на связи сейчас первый заместитель председателя правительства Кировской области Сергей Щерочков. Сергей Владимирович, здравствуйте, мы рады вас слышать. Алло. Добрый день. Да, да, здравствуйте, да. Сергей Владимирович, у нас к вам вопрос. Он, наверное, будет звучать достаточно. Так язвительное такое. Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, только вятский наблюдатель будет продолжать писать о том, что все действия, связанные, направленные против деятельности вятского губернатора, в том числе выступления Мамаева с трибуны Госдумы, носят некий заказной характер. Мы знаем фамилию человека, который пытается всячески дискредитировать губернатора для того, чтобы, по-видимому, по-видимому, самому стать губернатором. Скажите, только вятский наблюдатель будет это делать? Или все-таки первый заместитель председателя правительства не продиктует, а все-таки выскажет свое собственное мнение о том, что происходит? Как вы думаете, это заказное? Или вот Сергей Павлиныч просто по велению души встал и много чего сказал? Причем я добавлю смешного, потому что без улыбки оценивать эту страстную речь, полную несоответствия и так далее, невозможно. Как вы думаете? Как вы думаете, Сергей Владимирович? Или просто нужно было говорить, что вот человек Сергей Владимирович Черчков. Вот, то есть здесь градация, вы политик, поэтому первый зам и как человек. Сложный вопрос, Сергей Владимирович. Ну, вопрос не самый сложный. То есть я считаю, что вот мой ответ, он должен прозвучать таким образом. Безусловно, начались выборы губернатора. То есть некие уже такие предвыборные действия. И страшно, что будет дальше. Как я знаю, Индит Юрьевич планирует баллотироваться на этот пост. Это ответ одному из наших радиослушателей, который сегодня спрашивал. Спасибо, вы сказали. Ну, насколько я знаю, у него в планах такое есть. Точно так же я знаю, что в планах баллотироваться на этот пост есть еще у двух людей. Это Сергей Павлович Мамаев и Олег Дырианович Валенчук, два депутата у нас в Госдуме. То есть говорить там заказной, это характер не заказной, там абсолютно бессмысленно. То есть можно говорить там, согласованы это действия между двумя этими людьми или не согласованы. Я думаю, что согласованы. Все правильно. Сегодня я специально и старательно уходила от этого слова согласованы. Потому что оно подразумевает, что есть некий, давайте возьмем слово в кавычки, сговор. Вы сегодня сказали честно, что согласованность действий между КПРФ и представителями Единой России, все их усилия собраны воедино и направлены против Никиты Юрьевича. У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, находите ли вы положение Светланы Медведевой? То, что происходит с женщиной в течение восьми месяцев, ведущиеся следствия. Человек очень страдает, я знаю, она очень сильная, но это все равно женщина. Скажите, пожалуйста, находите ли вы, что все, что происходит со Светланой Владиславовной, можно отнести вот к таким же точечным ударам, для того, чтобы подпортить имидж действующего губернатора? Или у вас иное мнение на позицию? Безусловно, эти действия можно отнести к тем, которые целью своей ставят дискредитировать губернатора. Ясный, четкий ответ. Ясный, четкий ответ. Потому что могу сказать честно, что когда закончились советские времена, до появления Медведевой, наша область, все знают, в каком месте она находилась. Я имею в виду... Мы имеем по части спорта. Я имею в виду исключительно по части спорта. Все эти гигантские недострои 20-летние. Светлана пришла, сделала все. И вдруг выясняется, и вот восемь месяцев длится пытка. Я просто вижу, как человек страдает. Мне очень жалко. Мужчины, которые этим занимаются. Вы играете с женщиной, и это уже не честно только потому, что вы мужчины. Восемь месяцев, я повторю, это чудовищно. Скажите, пожалуйста, Сергей Владимирович, известно ли вам, как будет реагировать? Или есть уже реакция губернатора на выступление? Все-таки вы первый заместитель. Может быть, какие-то эмоциональные составляющие? Может быть, еще что-то? Если это позволено, если это допустимо в эфире. Если нет, то мы же понимаем, что мы говорим, в принципе, со вторым лицом в области. Вы спрашиваете сейчас, извините, это просто было немного плохо слышно. Я спрашиваю о реакции губернатора на что? На выступление Сергея Павленовича. Ну, тут... Я думаю, что не на всякий бред нужно отвечать. Во всяком случае, словами. Губернатор очень многое делает, и эти действия, они, ну, на самом деле, видны. То есть можно говорить, что он развалил ледский спорт. Хорить можно многое. Да, но факты, а факты достаточно упрямые, вещи не говорят об обратном. Лучше меня уже, наверное, сказали, что в последние годы, когда пришел губернатор, когда пришла Светлана Медведева. Очень многое изменилось. Очень многое изменилось. В лучшую сторону. Дворец, дворец единоборств, строящийся 50-метровый бассейн, каток, пять фоков. В планах еще и еще объекты, увеличение зарплат тренеров. Небольшое, но увеличение. А структурирование отрасли спортивной, именно как отрасли, безусловно, это заслуга вот этих двух людей. Это Медведева и Белых. Да, мы видим... И, конечно, вот этот наезд на нее, оно выглядит, ну, в меньшей мере безобразии. Ну, вот я бы, да, я бы сказала, что, ну, это настолько некорректно. Вы знаете, что, вы знаете, возмущение, смех. Ну, в общем, ряд негативных эмоций вызвало у меня вот это выступление. Потому что люди, как бы, должны отвечать за сказанное имя. Еще у меня к вам очень сложный вопрос. После моего выступления я сказала о том, что господин Валенчук Олег Дорьянович пытался стать руководителем Кировского регионального отделения «Ядра». Несколько человек позвонили, сказали, что они права, Олег Дорьянович не принимал участия. Я извинюсь перед радиослушателями, если наверняка, допустим, вы, как первый заместитель председателя правительства Кировской области, скажете, что Олег Дорьянович не имел никаких интересов в руководстве Кировского регионального отделения. Или все-таки вы вполне можете этого не знать. Это просто вот возможность задать вопрос в прямом эфире у человека, который представляет власть области. Известно ли вам что-то о том? Или это... Ну, вы знаете, вы можете в данном случае задавать мне вопрос уже там не как первому заместителю председателя правительства, а как членом президиума полицейского регионального отделения. Да-да-да, простите, я забыла вас поздравить. Да, я знаю, что вас избрали. Простите, пожалуйста, фамилия Валенчука. У меня есть информация, что Олег Дорьянович пытался стать секретарем Кировского регионального отделения Кировской области. Его кандидатура участвовала в голосовании? В голосовании нет. Сергей Владимирович, спасибо вам большое, вы на данном этапе меня спасли, потому что мое заявление о том, что господин Валенчук пытался руководить Кировским региональным отделением, оно выглядело как абсолютно несоответственности. Спасибо, вы меня выручили. Спасибо. Мы напоминаем, да, что у нас на связи был первый заместитель председателя правительства Кировской области Сергей Владимирович Черчков. Я думаю, что все то, что было произнесено, это достаточно веская и доказательная база, что сегодня продолжается уже с самых высоких российских трибун. Давненько начатая травля нашего губернатора. Я думаю, что кто-то со мной согласится, кто-то со мной не согласится. Это ваше личное право. Это ваше личное знание. Но думаю, что сегодня мы услышали многих, и причем уважаемых, грамотных и знающих людей, чье мнение для населения Кировской области важно и значимо. Нам пора прощаться, да. Спасибо, Яну Евгеньевичу Чеботареву. Спасибо, Яну Евгеньевичу. Но, увы, мы сегодня не успели поговорить об этой теме еще с несколькими людьми. Время пролетает стремительно. Просим прощения тех, кто был готов с нами поговорить на эту тему, но у нас не было времени. На все мы прощаемся. Всего доброго, до свидания. До пятницы, до свидания.